10 тысяч километров на велосипеде. После годового путешествия по России и странам Юго-Восточной Азии, чебоксарец Роман Андреев вернулся домой. В грандиозный велопробег чувашский путешественник отправился в конце сентября прошлого года из города Чебоксары через Поволжье, Кавказ, Казахстан, Турцию. Сегодня его встречали родные, друзья и журналисты. Студент медицинского факультета вместо очередной сессии отправился смотреть мир. Роман Андреев последние 12 месяцев то и дело менял пейзажи. Лишних вещей путешественник в дорогу не берет, только самое необходимое. Одежда, теплые вещи, палатка, ноутбук, зарядные устройства, предметы личной гигиены. Каждый день путешественник проезжал от 80 до 120 километров. И не боится, самый страшный зверь в пути, шутит велосипедист, это он сам. У меня просто папа, большой любитель тоже путешествовать. Он всю республику Мариэл, можно сказать, облазил, обходил, обошел, объездил. И у меня всегда было такое желание уехать в Мариэл. Мы просто все детство тоже ездили с отцом по озерам в Мариэл. Вот это осталось, видимо. И всегда было желание, когда уже повзрослел, тоже уехать куда-то или уйти. И я не знал, я знал, что надо с собой гречку, консервы взять, что-то такое взять и просто уйти с палаткой. Вот на три-четыре дня была такая мысль. Но я не знал, что можно на велосипеде до встречи с Никитой Тиндже. По пути он останавливался в крупных городах, знакомиться с интересными людьми. Общий язык с местными находил просто. Роман немного знает турецкий. Говорит некоторые слова, похожие на родной язык. Экстремал признается, самая главная – это возможность увидеть города и страны настоящими, без прикрас, почувствовать себя в полной мере свободным. Больше всех за время его путешествия соскучилась мама. Я была очень рада встрече. Я ждала эту встречу. И ждала, что он меня еще больше возмужает. А я была готова. Почему? Потому что он все время хотел и говорил мне, что все, мам, мне уже твоя опека не нужна. Потому что я здесь в тепличных условиях живу с тобой. Мне не нужно, я все буду делать сам. Вот в таком духе. И я, конечно, к этому уже была готова. То есть он меня уже подготовил. Я, конечно, переживала, но я не ожидала, что так далеко он уедет. Он потому что любит мне делать сюрпризы. Велосипедные путешествия – особый стиль жизни. Ситуации в дороге бывают разные. Находить выход из любого сложного положения помогает оптимизм. А поддерживать здоровье при любой погоде – постоянные движения. Главное, чтобы железный конь не захромал.